Томерлан Царнаев, подозреваемый в организации теракта в Бостоне, в прошлом году приезжал в Россию, чтобы получить российский паспорт. Об этом заявил отец убитого в ходе спецоперации американской полиции, предполагаемого террориста. Анзор Царнаев продолжает настаивать, что его сын не общался ни с какими группировками. «Он работал все это время со мной. Мы ремонтировали купленную квартиру», — сказал мужчина. По словам Царнаева-старшего, находясь на Северном Кавказе, сын все время был под его присмотром. Ребенок был при мне в любом случае три месяца. А те месяцы он был с родственниками дома, сидел, читал, ждал свои документы. Сюра по гостям ходил, родственников много. Тем временем пока не находят подтверждения слухи о том, что Томерлан Царнаев посещал Грузию и получил грузинский паспорт. Накануне об этом заявила российская газета «Известия». Но документально подтвердить эту информацию журналисты не смогли. В Тбилиси также опровергают сообщения о предоставлении гражданства Царнаеву и о его участии в семинарах фонда Кавказа, организованных при поддержке американской организации фонд Джеймстауна. Ранее о возможном получении грузинского паспорта предполагаемым террористам заявил эксперт по вопросам Кавказа Мамука Решидзе. Сейчас он на связи с нашей студией из Тбилиси. Здравствуйте, господин Решидзе. И сразу вопрос, был ли действительно у Томерлана Царнаева грузинский паспорт? И если да, на каком основании он получил грузинское гражданство? Ну мы проверили, это была определенная информация, и вот после проверки оказалось, что это неправда. Это не соответствует действительности. То есть он, у него не было, по крайней мере, у него не было грузинского паспорта. По крайней мере, мы такой документ в соответствующих службах не нашли. Грузинские силовики уже заявили, что Царнаев-старший не посещал Грузию и не участвовал в семинарах. Ну, семинаров вообще не было в прошлом году, насколько мне известно. Несмотря на то, что у нас было определенное сомнение, что бывшие власти вскрывают этот факт. Но оказалось, что семинаров вообще не было проведено в прошлом году. И если он только не был под чужой фамилией, под фамилией Царнаева никого не видно, никого не смогли найти. А как вы считаете, мог ли Тамерлан Царнаев быть каким-то образом связан с чеченцами из Панкистского ущелья? С кисинцами, хотели сказать, да, наверное. С кисинцами, ну, тоже разговоры с ними, так сказать, никакого результата не дали. Они не знали человека с таким именем, с такой фамилией. Что вы можете сказать о связях Царнаева с северокавказским подпольем, в частности с Кизилюртовской группой? Ну, это может быть, ну, сейчас, если говорить по возрасту, ну, мог он, скажем, старший Царнаев быть участником сопротивления, быть связан с определенными группами. Сейчас у нас полных данных по этому вопросу пока нет, пока очень мало времени прошло. Но все-таки, если покопаться, может, и найдем что-то, так сказать, что приведет к мысли, что он был связан с определенными людьми. Так как этот молодой человек, он был настроен на вествование воинственно, и что он находился под определенным влиянием, этот факт. Но под чьим влиянием, пока неизвестно. Не могу не воспользоваться случаем, не задать вопрос о признании Абхазии официальному Тбилиси. Вы одним из первых заявляли о такой возможности. Вы до сих пор придерживаетесь этой точки зрения? Дело в том, что тут вопрос не совсем правильно поставлен, но я попытаюсь разъяснить. Тут вопрос стоял о том, что не признание самой Абхазии, а начать процесс признания. Это разные вещи. В контексте этого процесса было условие такое, что я думаю, что надо поставить условие такого рода, чтобы взаимосвязаны два вопроса. Значит, вывод российских пасов со территории Абхазии и начать инициирование процесса возвращения беженцев. Вот эти два процесса могут быть совместимы, и результат уже зависит от вот такого рода переговоров, вот такого рода процесса. Спасибо, господин Решидзе. Я напомню, на связи со студией из Тбилиси был грузинский эксперт по вопросам Кавказа Мамука Решидзе. И в продолжении темы бостонского теракта взрыва во время марафона прокомментировал президент России Владимир Путин. В ходе прямой линии с народом главе Кремля был задан вопрос относительно реакции американцев на взрывы. В частности, было заявлено, что интернет буквально кишит антироссийскими комментариями после бостонской трагедии. Владимир Путин на это ответил. Рядовые граждане США не понимают, что происходит. При этом он упрекнул Запад в потакании экстремистам. На Северном Кавказе им оказывали помощь информационную, финансовую, политическую, когда напрямую, а когда косвенно, заявил президент. По его словам, взрывы в Бостоне лишь подтверждают необходимость вместе бороться с терроризмом. Россия сама является жертвой международного терроризма. Одна из первых таких жертв. Меня всегда возмущало, когда наши западные партнеры, да и ваши коллеги из средств массовой информации Запада, наших террористов, которые совершали зверские, кровавые, омерзительные преступления на территории нашей страны, называли их не иначе, как повстанцы. И никогда почти их не называли террористами. Я просто призываю к тому, чтобы вот эта трагедия подтолкнула нас друг к другу в купирование общих угроз. Одной из наиболее важных, из которых является и опасной, является терроризм. В ходе прямой линии Владимир Путин прокомментировал и принятие в США так называемого списка Магнитского. Российский президент назвал этот шаг проявлением имперского поведения на внутриполитическом поле. Цитирую. Просто для того, чтобы жабры раздуть, мол, мы самые крутые здесь. Конец цитаты. Сирийские православные священнослужители, пропавшие 22 апреля на севере страны, могли попасть в плен к чеченцам. Об этом журналистам рассказал брат митрополита Олепского Павла Языджи, одного из похищенных. Епископ Дамаска Антоний Языджи утверждает, священников взяли в заложники чеченские экстремисты из фронта Ан-Нусра. Эта группировка связана с Аль-Каидой. Впрочем, пока ни одна из повстанческих организаций на территории Сирии не взяла на себя ответственность за похищение епископов. И это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.